друзья я приветствую вас на канале алекс дозор и у вас такой как бы легкий диссонанс да почему это как бы я вот вроде весь в белом и у нас должна быть распаковка а сегодня вторник данную надпись за моей спиной подпишись говорит о том что тоже распаковка а сегодня вторник его видео в названии написано что у нас обзор наушников от 3 star river но сейчас я вам все по порядку объясню а дело было как хотел я очень купить эти наушники скидку мне сделали совсем небольшую и я не потянул эту покупку и списывался с одним из наших подписчиков с константином серебряников он говорит я ко мне едут я заказал я рину у меня не получилось скидку сделали совсем маленькую взять денег не хватило эти я тебе пришлю и вот они к нему приходят да да это тот самый константин который вообще прислал нам на обзор и айбаса dc 0 5 и qkz hbb обязательно на них скором времени вы увидите обзоры но этот вы смотрите впереди это я тебе вот пришлю говорит сразу же чтобы ты был первым кто сделает обзор на эти наушники и за что гости огромное спасибо огромное спасибо вот этим вот людям вот вы их видите на экране также можете найти в описании ролика там я поставлю ссылку на официальный магазин кбр кто кстати не знал тари это их дочерняя компания в принципе нормальный магазин ну не не уступили не смог я купить против магазина ничего не имею нормальный магаз обращайтесь если что передавайте привет от моего канала я думаю какую-то скидку вам до сделать кстати константину 34 с покупал передал привет от моего канала и получил скидку ему доставку бесплатную сделали то есть 110 гривен вроде как мелочь грубо говоря ну приятно но причем там как бы на сумме в 600 700 гривен как бы 100 гривен ну я думаю что это такой нормальный бонус так что пробуйте пишите где-то до уступят обязательно торгуйтесь и поэтому нету фотографий но instagram есть он тоже в описании ролика кстати спонсоры нашего канала могут смотреть видео быстрее других я их выкладываю с доступ в контент с ограниченным доступом только для спонсоров а потом оттуда и вынимаю видео и кладу их по своей очередности дальше и обязательно заходите читайте всю информацию в описании ролика там вообще все есть там все что важно все где стараюсь записывать все стараюсь составлять короче а мы будем с вами меньше разговаривать да а будем распечатывать эти наушники потому что я сейчас распечатаю потом какое-то время послушаю то есть запишу вот половина ролика с гибридный такой сегодня ролик по первая половина это распаковка вторая половина это обзор ну иногда и так можно сделать да даже нужно чтобы быть первому кто сделает обзор на эти наушники очень верю в то что у меня все таки это получится что не зря константин их не так быстро отправил все погнали распаковывать ну чтоб и давайте быстрее сделаем это чтобы я погнал уже слушать эту интереснейшую модель но по крайней мере на картинках в описании она мне понравилась очень хорошо так константин запаковал все это делаем не хочется ковырять ножом чтобы не повредить упаковку потому что когда когда она твое не хочется ничего повредить а когда она еще и не твое надо быть очень аккуратным и бережным сейчас мы до нее доберемся а стойте вот 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 сделаем вот вот она красавица ничего такая спичечная коробочка да посмотрите принт такой вот ну со стильно и со вкусом что называется она чуть больше чем обычные спичечные коробки а вот сзади у нас есть технические характеристики модели которые говорят нам о том что здесь у нас 32 ома импеданс 20 герц 20000 герц частотная характеристика и бывает на три с половиной миллиметра на четыре с половиной миллиметра чувствительность они это это же кабель а где чувствительность есть у нас то что здесь один 10 миллиметровый динамик плюс 1 6 миллиметровый динамик да где чувствительность модели мы потеряли или и потеряли или не нашли а вот 110 децибел все-таки я нашел как-то что-то разброс наверное надо было читать вот здесь на английском я я как всегда начинаю читать почему-то по-китайски может пора учить китайский буду вести блок на китайском это будет номер помните как про волочку анекдоты про коня ух ты ребят вот это такая вот как провизиненная коробочка soft touch реально вот классные классные эмоции дают дарит такая какая-то знаете вроде мелочь вроде ни о чем а приятно вот берешь так и пальцы не скользят никакого глянца вот реально ощущается в как вот как резиновая поверхность когда и здесь у нас название модели star river и вот такой вот аккуратненький чехол ну блин для комплекта поставки я считаю вот это вот оптимальный вариант для каких-нибудь недорогих наушников да это вот самое ну вот у нас тут мануальчик еще на дне коробочки вот такой вот стандартно я вот нет это не мануальчик это гарантийка все стандартно обычно тоже не убираем идем дальше классный действительно классный чехол с логотипом компании тары такой значок maserati скажем так мы имеем тряпочку для протирки модели это замечательно ух ты эти самые амбушюры и помните у меня на обзоре были тоже от 3 как клариан по-моему они назывались вот как бы комплект такой имеем ключик иголочку да здесь же будут эти самые ну вот сейчас поймете это не для смартфона ребята вот такие еще вполне обычные серые амбушюрки а давайте мы их пощупаем что же амбушюрки такие ничего такие так вот на ощупь вполне себе приличные амбушюры как будет по юзабилити я вам позже расскажу когда послушаем так сами наушники в двух разных пакетиках вот это правильно вот это хорошо не знаю константин так положил или так они так они действительно приходят но я думаю что он напишет в комментарии под этим видео ну скорее всего вот так и пришли вот такой вот кабель мягенький примягенький не сказать чтоб он какой-то толстенький 4 жильный да вот до 4 жильный да вот как бы 4 жильный да и вот здесь вот папа две жилки получается мне показалось что здесь тоже четыре жилки думаю как так тут тут 4 там 4 что что-то с математикой не то вот такой вот разветвитель тоже со значком компании мягенький очень очень приятный ну что-то вот в плане звука у меня вызывает сомнения ну послушаю расскажу по-любому как бы есть кабеля лучше ну вот так вот держу чисто на внешний вид по ощущениям то что он не будет микрофонить не будет там шелестеть не будет на морозе дыбом становиться вот как тоже классный кабелек понятно простенький недорогой знаете как бы не что-то сверх заряженное но очень даже ничего и комплекту поставки у меня вопросов никаких нету ух ты есть они в зеленом и вот в таком синем цвете выглядят конечно шикарно 2 достану очень красиво и хорошо выглядят посмотрите какая красота вот они вилочки 078 насколько я понимаю вот компенсационные отверстия 3 в ряд тоже достаточно неплохо и вот сзади такой вот эквалайзер механический да сейчас будем с этим всем разбираться ну давайте померяем взвесим сейчас вот такой вот экспромт ребята в распаковке сбегал за инструментами что-то как-то сразу не взял вот и ну давайте померяем звуководы 5 миллиметров это без бортика для удержания амбушюр а с бортиком тут он тоже такой достаточно широкий больше 6 до 6 с половиной это одни из самых больших звуководов на моей памяти и это уже становится блин очень увлекательно и интересно не считая всего остального давайте сразу в длину у нас получается 21 миллиметр в ширину в самом широком месте 17 с половиной есть еще одно компенсационное отверстие прямо под динамиком что отлично и правильно и хочется подметить еще такие вещи что это гипоаллергенная смола из германии вот та самая гипоаллергенная смола которая считается очень крутой но если же не на ощупь это чувствуется вот знаете ощущение чего-то вот такого под хорошего приятного качественного добротного богатого эти ощущения здесь есть их не отнять и смотрится вот красиво и в ушах я уверен это просто будет супер смотреться и вот такой вот двойной переключатель кроссовера здесь есть вот который сказали переключать обязательно вот этим ключиком видите как техника далеко зашла раньше для сим-карт вот такое вот надо было для замены для замены в телефоне а теперь для переключения скоростей в наушниках ребята происходит это очень туго я вот только что пока бегал за штанги циркуля мы весами попробовал немножечко даже стрёмно так вот чтобы ничего не сломать вот 1 2 выключатели вниз или же так вот аккуратно подымаешь брюки превращаются аккуратно подымаешь вверх идут ход довольно таки тугенький я думаю что постоянно им пользоваться не стоит все таки вещь механическая и пластмасс очки такие не сильно мне внушают доверие выставить вот как понравится достичь того того звука который твой и пользоваться им в результате короче говоря вот этот вот первый вроде как за бас отвечает второй за середину какой-то вот то есть объемный бас написано там в официальном магазине ну ссылка в описании вы помните вот от и кибир и 2 это вот какой-то прозрачный вокал но я буду слушать я все это дело вам обязательно расскажу но я вот честно я держу вот этот комплект поставки вот эти сами наушники кабель их два вида разных амбушюр одни которые как бы сами по себе стоят нормально стоят не могу сказать что сверх дорого но и не дешево тоже еще у нас как бы каких-то простеньких это же они относительно хорошие ну я как бы меня это порвало действительно порвало кстати сколько там стоит эта модель на данный момент сейчас посмотрю вот жена подсказывает 59 долларов стоит эта модель я считаю то для 60 долларов ну это вот просто великолепно то как это подано то как это сделано вот это вот софт-тач покрытие даже на коробочке вот 3 умеют делать такие какие то вы знаете премиальные вещи и тут тут смотришь на всю эту картинку вспоминаю же недавний обзор наш на storm на бурю на грозу и и понимаю что ну как бы где чья дочерка более вероятно было бы сказать что кибир это дочерка тары но на самом деле ситуация по-другому то есть ну вещи они делают реально красивые хорошие кстати здесь же два динамика я говорил один 10 миллиметровый с бериллиевым напылением а второй 6 миллиметровый он с титаном с напылением титана как я понимаю понятно что не не титан чистый там а напыление на диафрагму кстати давайте еще вес проверим обязательно проверим амбушюрку наденем наверное вот эту серую да смотрите один динамик без амбушюр почти 5 грамм 10 грамм в принципе это нормально не тяжело нелегко вот действительно нормально и они немножечко легче чем клариум эти амбушюрки ухта тухо так надеваются но по идее а что вы хотели шесть с половиной миллиметров я даже побоюсь сюда свои азловский то что такое зачем их тогда вообще положили нет все одевается все нормально свои азловский чтобы не раздолбать этот я побоюсь на них на них вешать потому что буквально там адонисы я с ними слушал вот там тоже большие звуководы не знаю когда выйдет ролик ролик снят лежит с доступом для спонсоров канала просто наушники не новые тут такая куча новинок это там не спекуляции никакие не подумайте просто буду новинки по-любому вперед пропускать а потом выйдет уже ролик про адониса да что такое вот вы видите как туго одевается там мне казалось что мои почти 10 град что мои азлочки как бы могут умереть от использования здесь я вот просто даже не буду их одевать буду пробовать с другими амбушюрами со своей коллекции вот такая красота короче я пошел слушать у вас пролетит секунда у меня пройдет примерно неделя и мы поговорим о том как звучат эти красавцы я на них честно я большие надежды возлагаю но посмотрим посмотрим как это будет на самом деле друзья помимо того что здесь шикарный комплект поставки как вы только что могли это видеть ну в принципе положили и нужные вещи оформили это красиво сделали это привлекательно ну то есть как бы до 100 долларов вот таким вот должен быть комплект поставки в нем и все есть это не сверх шикарно но это очень очень приятно ну а дальше уже как бы хочешь расти выше по своим хотелкам ну я за кабель там из амбушюры хочешь останься на том что предложил тебе производитель принципе тоже это вот легко можно сделать и и проблемы в этой никакой ну я подрос потому что у меня есть такая возможность я поставил вот это вот чистое серебро от ксинж вот и поставил амбушюры медузки от трен помните у меня был на них обзор мы веселые медузы да потому что эти самые кстати не сели сюда вернее для моего уха они сюда не сели спсоты я хотел от спинфит поставить тоже думаешь чуть-чуть чуть-чуть вот подсветлить чуть-чуть бы вот ширины это ну это я на свой вкус так это знаете как посолить поперчить вот звук здесь очень-очень интересный я даже скажу больше очень крутой для этой цены ну и я взял вот эти вот амбушюрки ну мне с ними как как как-то вот комфортно а спсоты за счет то что здесь толстый большой звуковод да вы же видели только что смотрели да когда все это дело распаковал мере а то некоторые не смотрят говорят только про звук смотрят так вот как бы ну там ну то есть нормально вот эта штучка не крутится то есть не вертится которая вот на конце там с плавающей головкой и в левом ухе у меня ну то есть как бы нормально в звуковод в ухо не встала то есть ну поэтому взял эти эти отлично просто вошли ладно давайте о звуке звук получился мое почтение снимаю шляпу но я без шляпы поэтому не снимаю звук получился классный ребят я вообще вот до фанат светлого широкого детального звука чтобы панорама в планы бы тоже хотелось но обычно предпочтение я отдаю больше ширине да вот планы тоже очень важно но как бы я люблю когда широко с размахом вот здесь не то абсолютно не так и при этом уши мне понравились здесь насыщенный такой темный музыкальный но чуть чуть меньше среднего в ширину звук то есть он в глубину да хорошо глубоко глубоко и потому что по планам может построить и глубоко потому что сами низкие частоты позволяют как бы так вот прямо окунуться туда то есть совершенно не мой тюнинг звука но я кайфанул вот этих наушников я реально слушал их и получал удовольствие еще раз спасибо большое константину потому что ну я бы их не купил и не попробовал бы и короче как бы остался бы без вот этих впечатлений а мне очень понравились эти впечатления как бы опыт формирует личность на самом деле поэтому опыт очень важен и всегда важно приобретать новый опыт чтобы личность далее формировалась но мы сейчас у нас тут не этот не психологический тренинг да и не личностного роста мы все-таки говорим о звуке этих наушников сейчас сразу оговорюсь здесь два механических переключателя вы же тоже видели да видели все таки пришли они мне я понимаю так что это их стоковое состояние стоковое положение когда они все вверх подняты там написано что там если вот так вот так поставить там прозрачный вокал там еще что-то там как бы это ну такой механический эквалайзер кстати кто знает как эта тема работает явно на скорую руку погуглил и не нашел то есть у меня чисто сложилось такое впечатление что то ли расслабляет то ли натягивает мембрану уже два динамика стоят но это это просто впечатление это я так вот в это ассоциативный ряд у меня так возник я понимаю что скорее всего это работает не так но я как бы углянул на скорую руку перед обзором я не нашел принципы работы до механического эквалайзера на науке если как бы кто-то из вас знает напишите пожалуйста но мы к этой теме вернемся ко мне едут от трен наушники с таким же механическим переключателем а чеха ну да это переключатель а чеха а что это собственно еще поэтому как бы мы на эту тему еще поговорим накидайте пожалуйста как своих мыслей может у кого-то есть точные абсолютно данные вот не будет любопытно почитать на эту тему короче работ они подняты все вверх и это она вот тут вот действительно это она я вот сейчас вот расскажу вам о звуке а в конце вот именно в этом положении а в конце расскажу что там происходит как бы с вот этой вот все 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 петрушкой когда начинаешь щелкать там на прозрачные вокалы уходить еще на какую-то беду там в описании на алике в официальном магазине да на него ссылка вы помните да все здесь как бы в там в описании ролика заходите читайте вот ладно а звуки бас насыщенный объемный густой обволакивающий при этом у него есть скорость при этом у него есть агрессия да это не какое-то там не сверх расширения не прямо вот тот панча которым тот панч который панч всем панчам панч вот нет но скорость у них присутствует не кажется что они тормозят не кажется что где-то не хватает причем я нормально погонял на металлических скоростных жанрах как бы ну вот нехватку в скорости в самой я не испытывал я испытывал нехватку в сцене то есть как бы пошире но опять-таки нельзя как бы одной попой на двух стульях усидеть она будет или так или как бы вам к другим наушникам а эти наушники вот то что они показывают то что они хотят нам показать это действительно круто короче говоря саб часть присутствует особенно там где она в трех заложена там вообще как бы все нормально она так прям на глубину так вот вовлекающая обволакивающая так ну хорошо вот от себя не добавит там где этого нет но все равно будет чувствоваться вот вот такое впечатление что вот вот сейчас вот вот вроде как там что-то где-то есть вот про того же суслика даже уже упоминал ты его видишь не это он есть так же и тут но от себя не будет добавлять но там где это действительно надо там где-то действительно есть она покажет вот они покажут хороший результат басблочка насыщенная плотная на глубину уходит глубже среднего глубже чем вот даже я вот обычно привык и вот и уходит хорошо идет звук объем все расходится все чувствуется удар в барабаны ну не прямо что ты там чувствуешь силу удар но ты понимаешь то есть ну там не не до мелочей не до нюансов все-таки говорим за наушники 60 долларов но ты действительно понимаешь что этот удар был сильным и вот он пошел и после него вот пошло такое вот послезвучие этот удар был послабее и это четко понятно барабаны сквозь это не идут они обтекают это обходят со стороны то есть как бы врываются это же все технично есть позиционирование по барабану действует как бы но ты не на это обращаешь внимание ты обращаешь внимание на тут звук который рождает инструмент который идет вот после самого он натуральный объемный ну вот хорошо вот ты чувствуешь вот и вес и тело и все обертона это насыщенно это вот так вот муж жирком бака жирком собственно как бы но технично детально и быстро при этом это ну вот поэтому они мне и понравились переходим здесь два динамика здесь берилли вы 10 миллиметровый отвечает я так ну я четко вот понимаю что он за первую половину а чеха а отвечает а второй вот где-то там вот посерединке размежевание идет раза разрез а 2 6 миллиметровый с титановым покрытием отвечает уже за верхнюю за верхнюю часть а чеха короче говоря подходим это важно это очень важно подходим к бас-гитарам и туда и тут очень даже до хорошо уходят в глубину хорошо расходятся в объеме хорошо расходятся в ширину чувствуется жирок но лишним он не кажется присутствует вес острым он не кажется все реально будет в объеме все в таком хорошем объеме при хорошем весе и это вкусно это вот так вот вот знаете вот вот как как вот шашлыки чуть-чуть вот на нем будет как бы так вот чуть-чуть вот жирочком вот замечательно просто и подходим давайте же сразу не будем да ну вы поняли классно с низкими частотами они все вот полностью объемные мощные напористые скорость и техничность тоже в них присутствует но они вот уводят вас крепко хорошо на глубину подвели то гитары ритм соло гитары особенно на нижних струнах ребята звучат остро агрессивно знаете так в меру резко не не вот не так чтобы резко так вот чуть-чуть вот рисковато то есть вот на фоне вот этого баса вообще так кажется на фоне такой плотной а под ложечки они прям выскакивают такую россыпью фейерверком искр вот ну то есть тебя прям засыпает этим звуком и засыпает не а вот ярко остренько цепляюще детальность вот детальность здесь на высоте то есть чувствуется когда там пальцами перебор по струнам все вот эти вот вещи вот когда рука пошла гулять к грифу на этом вроде бы как акцента нету но это остро и ярко вот так вот ну это не запильно ни в коем случае не запильно это не режет это не раздражает это нет это вот вот на таком вот если глубоком фоне вот вырывается вот этот вот фейерверк между прочим тарелочки в че они под стать вот этому всему вот сразу за них начну говорить потому что ну тут вот тут вот просто вот надо за это сказать вот они звенят они рассыпаются у них нормальный металлический даже чуть-чуть с ярчинкой как я люблю вот вкус что ли сказать вот такой вот звук могут класс вообще есть росыпь есть шлейфы из они не рекордные они там не не сверх выверенные не изящны но они яркие и красивые то есть вот перкуссия четко на своих местах ты ее хорошо слышишь она детальная огромного расстояния между инструментами опять-таки нет чувствуется что расстояние есть для того чтобы подчеркнуть что это разные инструменты что это разные детали даже вот как бы по планам когда это строят и четко понимаешь что вот он бас вот грубо говоря вот он вокалист чуть-чуть вот как бы выдвинутый вперед гитара она вот чуть-чуть сзади как бы вот так вот над самым левым ухом аж щекочет твой слух ну вот тут же как бы перкуссия и вот она уже вот как бы немножечко вправо ушла и тоже где-то вот она вроде как чуть-чуть впереди но но не настолько сильно вот как бы более чуть-чуть как как бы впереди стороне чуть-чуть вот как бы вот увиденно от вас то есть у нее тоже и после звуча и и насыщенность все это будет присутствует не рекордная не этому для того чтобы это было технично и ритмично это все здесь есть и буду заканчивать вокалом почему вокал в этот раз оставил вот тут пошел как-то так перемешку они как обычно по по отработанной схеме потому что смотрите какая штука к чему я пришел слушайте наушники низ сандийские частоты и за первую половину середины где отвечает динамик с бериллиевым покрытием 10 миллиметров всего жирненько плотненько мощненько глубоко объемно и все это вот как-то так музыкально вот а вторая половина за которой отвечает как раз вот этот это 6 миллиметровый twitter получается правильно с титановым покрытием там все ярко там все вот броска остро то есть такой вот фейерверк на вот этом вот всем таком на темном фоне идет вот этот вот бомба и вокалы что низкий что высокий они просто великолепно дело вот но действительно великолепно делает потому что низкий он с акцентами с правильными акцентами и которые действительно у вокалиста он детальный он подробный есть вот это вот ощущение когда вот он рождается когда вот он выходит подчеркнутая крепотсад все это вот присутствует все это вот замечательно есть кстати слушал сейчас вот на темпотеке шестом и вот btr специально поставил вот этой стороной чтобы видно было кто это фио btr 7 вот а у высокий вокал вот он может тоже вот вас и зацепить и подняться высоко но не настолько высоко чтобы что-то там покорежить вас а настолько высоко чтобы это вот вот действительно было вы знаете и и классно вот выдаются такие темы которые дуэта это наверное я честно уже и не помню таких наушников где одинаковые высокий и низкий вокал одинаково подается ну то есть как бы одинаково внимание уделено обычно или тот хуже или тот лучше здесь что тот что тот проработан на очень хорошем уровне и честно я так поняла механический переключатель вот такую вот настройка еще год назад эти наушники бы они вы стоили бы не меньше 100 долларов просто стремительно развивается бежит вперед вот это вот все ну вот так кстати да за выключатель будем заканчивать за переключатель ребят попробовал я я сначала опустил вниз низкие частоты и вроде бы как стало шире вроде бы как вокал выдвинулся еще ближе а стало ощущаться но даже яркость там все как бы осталось это вот касаемо только низких частот ну в низкие стали какими-то ватными потеряли не только плотность потеряли еще и скорость какая-то вот ну и вата тупо пришла думаю ладно ну хорошо опускаю за вы че то второй выключатель за за вторую часть а чеха и вот это вот яркие красивые образы вот это вот все она становится таким ближе к вот ну как зачем вообще тебе честно здесь не нужно так поиграться попробовать и вернуться нет может быть кому-нибудь конечно не понравится но я вот любитель светлой широкой подачи и я вернул все назад как было потому что он утеряет и у меня сложилось такое ощущение ассоциация это скорее всего неправда но у меня сложилась такая ситуация как будто бы мембрана была натянута на динамике а тут она раз и просела из туда щелкнул и она просела ну вот как то так реально я не очень это все дело понравилось сейчас я сравню это с чем-нибудь выдам ему место в своем топ рейтинг я даже не знаю чем сравнивать такое место давать понятно есть куча наушников вроде лучше справ с правильным звуком как для меня а эти вот как там так вот звучат просто интересно просто как бы непривычно для меня и классно сейчас сейчас подумаем вот а сравню я их следующем ролике в следующем ролике в четверг а вот через полторы недели сравнивая их с кибир авророй вот вот так вот возьму и сделаю потому что мне вот интересно как они будут с флагманскими наушниками от своего материнского бренда рядышком лежать смотрите чтобы дать место в топ рейтинге взял я такие наушники как шоер с 10 про и трн ти ай вторые пока ти ай третье едут уже вот скоро будут мы пока посмотрим еще разочек на вторым почему я собственно это сделал вообще я их определил в топ рейтинг до 55 долларов стоит они 59 долларов то есть как бы это вот нас ну то есть моделька новая свежая только продажи погнали я думаю что со целыми скидками купонами как раз вот 55 долларов но если что вы всегда можете как бы использовать название моего магазина как слово пароль практически в любых магазинах на алиэкспресс и вам что-нибудь срежут по цене там доллар 2 поэтому я думаю что вот как раз вот топ рейтинге до 55 долларов этим наушникам и самое место сравнивал я видите темп отекли 6 взял кабель вот здесь вот серебряный от ксиш для вот этих вот двух наушников ну здесь вот так и бир готовлю потихонечку обзор на вот этот вот кабель взял его для шоеров итак друзья ну начну наверное стренте ай вторых короче говоря на фоне героев нашего сегодняшнего обзора star river это просто вот такие вот как вот бледная ложь они играют скажем так не так ярко до широко до воздуха больше да вот насыщенность объема там ширина все вот это вот присутствует эти играют ужин гораздо насыщеннее гораздо так вот темнее музыкальней вот эти все-таки посветлее наушники знаете в чем прикол здесь две арматуры от ноус они не могут справиться с нормально свеча вот реально здесь вот оно к моментами уходит туда в песок ну понятно на тяжелых скоростных жанрах ну то есть я так вот дал им сложные задачи скажем так и кто как выполнить то здесь же просто вот этот вот twitter 6 миллиметровый с титановым покрытием он просто отлично справляется и проработка и яркость и вот-вот вообще просто фейерверк эмоций дают в чек в star river а здесь вот они просто это сыпятся куда-то рассыпаются как-то все это так вот но бледненько на общем фоне короче на мой вкус все таки star river интереснее гораздо интереснее чем я и вторые а вот с шоерами с 10 про чуть-чуть вот все по-другому обстоит здесь больше объема на низких шире они играют здесь как бы больше насыщен бас воздухом удар в бас бочку он гораздо шире и узко как раз через него грубо говоря технично вступает барабанная дробь а здесь же вот он плотнее как бы меньше вот но и в тоже такая главная интересная фишечка здесь вы чем здесь как какие-то две свои арматуры стоят вот кастомные и вот здесь в че натуральные такие вот металлические как как вот действительно удар по тарелочке ты понимаешь что без приукрас без ничего это же как бы все хорошо со шлейфами затухания мини здесь присутствуются инструмент чувствуется а здесь вот чувствуется что немножечко искусственно вытянуто есть ярче чем должно быть но это с одной стороны прикольно как бы вот а с другой стороны ну понимаю что эти вот играют все же уровнем выше на голову ну как бы чуток лучше процентов там на 20 наверное все таки как бы вот они натуральные звучат а эти вот звучат музыкальные так что ну я думаю что для каких-то вообще электронных жанров там где все должно сверкать блестеть которые должны массу эмоций дарить вот эти вот наушники вообще классно подойдут хотя я же говорю и быстрые металлические они вот тут хорошо просто тоже все хорошо там делают и смотрите какое же место дать также моля у меня нету но они очень-очень были похожи вот с вот этой вот моделькой поэтому они тоже остаются на своем четвертом месте гик волк брал же gk10 брал в магазине тоже вернул тоже в моей коллекции их нету но там гораздо тоже такой очень интересный тюнинг звука излучатели строили если что посмотрите на них обзор кто не видел обязательно подходим к козы загсом ну и понимаете так как бы как бы козы загсы и star river так если положить на одни весы но если нужна ширина если нужна детальность если нужно как бы свет ну я думаю стоит выбрать козы загс но я вот эти вот наушники поставлю выше загсом только потому что они меня удивили реально удивили есть такой тюнинг звука ну попробую еще пойди найди поэтому ставлю их на шестое место сразу как бы за их волк о возле к 10 ну вы поняли что трэн ти вторые вот как как-то попроще побледнее звучат вот так пока мы нашего одного члена команды желтка не выпускаем на стол кстати что если помните мы собираем объявили сбор ему на клеточку уже половину собрали если у кого есть желание задонатить на апартаменты белочку ну я буду очень признателен очень благодарен от всей души всем вам друзья спасибо вот вообще всем 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 спасибо смотрел до этого всем 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 досмотрел до этого момента обзорчик распаковка ролик вышел не короткий вот но здесь было что послушать и о чем рассказать все что желтка мы будем выпускать чуть попозже где-то вот месяц еще пусть он свыкнется он очень маленький ему будет было месяц когда мы его взяли хотя бы вот два будет и он тогда будет уже как бы готов вот этим вот всем скажем пусть тренируется пока на кошках будет готов ко всем этим аудиофильским делам вот все друзья всех обнимаю целую всем пока и до скорой встречи в наших эфирах удачи